всем привет зрители моего канала и подписчики сегодня готовим с вами десерт это новый рецепт новый для моего канала его у меня еще нет на канале чтобы вы понимали все описание вставлю рецепт не быстрый когда есть у вас особое настроение стать и напекти этих блинов ну в общем то если захотите сделайте попробуйте кто не готовил а кто готовил отпишитесь как вообще любите такое готовить и какие начинки делаете решила вам его даже показать вот так выглядит в разрезе смотрите надеюсь вам там видно все уже попробовала чаек делала вкусный хотя бы раз стоит попробовать и решить для себя вам понравится или нет так что смотрите дальше рецепт рецепт пыталась сделать покороче но не всегда получается сделать покороче так на фон включите и посмотрите все смотрите дальше рецепт приступаем готовить блинчики понадобится мука ингредиенты я все оставляю в описании всегда так здесь 220 грамм муки вообще по рецепту 200 так уже получилось у меня так и оставляю сюда соль сразу пол чайной ложки соли нам необходимо смотря какая соль ну вот столько давайте сначала все сухие ингредиенты затем 2 столовые ложки сахара рецепт конечно обалденный кто готовил кто такое любит отпишитесь давно готовите такое сахар сюда есть у нас затем мы сюда добавляем сразу какао тоже 50 грамм где-то 2 столовые ложки добавим какао вот должно быть хорошая знаете такое проверенное ваше какао берите так все сухие ингредиенты да такое блюдо не быстро и конечно надо будет семлинчики пережарить но это того стоит все все сухие мы смешали вот так вот ложкой давайте все перемешаем когда есть особое настроение тогда и готовьте это блюдо мало ли вот так вот дождь идет на улице плохое у вас настроение в разные ситуации бывают а вы так вспомнили за этот рецепт и приготовили 2 яйца все комнатной температуры должно быть яйца молоко вот я имею ввиду вот эти ингредиенты немножко подмешиваем молоко подливаем 300 миллилитров нам всего понадобится молока которые миксером делают им так быстрее мне лучше вот так вот обычным венчиком не всегда миксер под рукой если так бы стоял туда можно было бы ложкой нужно венчик взяла ладно будем оставлять все венчиком все замешиваем вот так вот подливаем все и поставьте чайник нам понадобится сюда 300 молока и 300 миллилитров мы будем сюда выливать кипяток видите уже какая консистенция у нас все посоединялось а красивенький цвет такой как у вас там на видео у вас немножко светлее здесь у меня темнее идет так сейчас чайник ставим порционно добавляем вот это все молочко и вот так вот сейчас чайник закипит так самое быстрее мне делать блинчики когда вот все смешивается сухие ингредиенты потом жидкие а вы напишите как вы делаете я знаю некоторые яйца сначала вот сахар все кладут а потом только добавляют муку мне так вообще не нравится я сама больше нравится вот так когда сначала сухие все смешали и тогда сама быстрее сделать блинчики без комочков чтобы были но так как для меня а там не знаю как вы делаете густоватая такая у нас консистенция так все нами надо сейчас будем добавлять кипяток так чайник закипел 200 миллилитров там где молоко было налила воды кипятка и порционно тоже все хорошенечко подмешиваем эти жидкие все ингредиенты и между собой хорошо быстренько смешиваем порционно вообще по рецепту идет 300 молока 300 кипятка все зависимо от муки какая у вас мука там то есть надо смотреть сейчас будем по консистенции смотреть густоты как она там будет хорошенечко все смешиваю когда кипяток мы сюда вылили давайте добавим 2 столовые ложки подсолнечного масла перемешиваем с маслом пишите как блинчики вы готовите очень много рецептов проверенных по рецепту всегда делаете или все-таки отступаете от рецепта вот мне интересно мне кажется у каждой хозяйки есть такие рецепты которые вот она интуитивно как-то думает вот это добавлю вот это я считаю кухня это такое царство как бы можно сюда все что хочет в этих рецептах применить люди любят как-то осуждение какое-то вот что это за рецепт ну человек поделился ну хочешь попробуй сделай не понравится не делай но люди так воспринимают критично все я не знаю я уже говорила на этот счет и не буду повторяться в общем то вам не это не высказывать так скажем не портить настроение настроение хорошее готовим классный рецепт конечно надо его делать по времени затрат на посмотрите я думаю все по консистенции я даже муки так добавила но оно должно постоять вроде как жидковатая мне кажется очень жидкая муки бы ну сейчас постоит минут 10 и я посмотрю может все-таки добавлю еще муки оставляем постоять должно обязательно у вас чтобы она все подружилась между собой вот эта мука все в общем-то все ингредиенты так что 10 минут надо подождать так время прошло у нас даже больше не 10 минут такая консистенция оставляю все-таки вроде как и жидковатая но будем пробовать сейчас жарить если не будет то есть мало муки что не перевернется то уже потом добавим ну а так консистенция видите немножко гуще стало было вообще редко так все приступаем к жарке хорошенько разогреваем сковородку и жарим все как всегда стараемся конечно чтобы одинаковые более-менее у нас были они тоненькие стараемся делать все как всегда как блинчики и жарим и немножко поджарили его с одной стороны обычно деревянной лопаткой его поддеваю видите вот так вот и аккуратненько и переворачиваем все хорошо переворачивается и так все жарим один уже убрали попробовать вкусное получается необычные такие кто готовил с какао вообще начинка может быть любая но дальше посмотрите мы с вами сегодня вкуснятину готовим все все пережариваем итак первый этап мы с вами уже сделали это пожарили блинчики вот так выглядят все блинчики вот этот верхний самый толстый поскольку у теста оставалось уже думаю ладно все так вылью в один посчитаем сколько с вами даже не считала так 10 и 11 так скажем попробовали так вот такие вот блинчики у вас красиво получаются теперь приступаем крем делаем их очень масса вариантов будем делать такой самый так скажем бюджетный простой вкус вкусный в общем-то давайте сахар 150 грамм описание оставлю все вы знаете так и сюда это два желтка теперь сюда нам необходимо добавить две столовые ложки кукурузного крахмала и 2 шинечка все перемешать 500 миллилитров молока поставьте нагреваться на маленький-маленький огонечек и оттуда вот это две-три столовые ложки возьмем молочка для вот это вот чтобы нам все вот это вот так скажем смешать вместе желтками вот эту часть ингридиентов так скажем так все нагреваем молоко ножка молоко подогрели вот эту вот всю часть сюда помешиваем высыпаем быстренько не отходим от этого крема никуда постоянно перемешиваем и завариваем с вами крем не бросаем этот крем никуда я сейчас венчик возьму это я так ложкой чтобы сюда удобно венчиком делать вот этот сахар весь собираем и помешиваем постоянно немножко можно включить огонь он у нас начнет завариваться на глазах так скажем не бросаем этот крем все и готовим на огне девчонки никуда не отходим крем не бросаем смотрите уже густеет на глазах то есть будет казаться вам что не заваривается это еще не бросайте постоянно помешивайте уже почти готов он быстро отходить не стоит никуда уже прихватиться сразу ведь она глазах густеет поначалу кажется ой редкий-редкий ничего подобного еще у меня такая кастрюлька с толстым дном так ну все густой крем вот видите какой сейчас по плотности покажу вам вот все выключаем некоторые ждут дожидаются когда бульбы ну вот уже видите вот бульбы идут все это главное показание так скажем с огня снимаем не счет это кастрюлька аж говорю сильно у нее одно толстая чтобы не перегреть все готов наш крем все необходимо остудить по хорошему конечно необходимо его куда-то переложить и пленочкой закрыть сейчас это так и будем делать с вами все перекладываем в емкость определенную какая у вас есть пищевой пленкой обязательно вот так все чтобы не было здесь корочки и до полного прямо остывания чтобы остыл готовы наши блины и теперь самое время собирать нам нашу красоту вот этой стороной выкладываю сюда вот так вот так здесь у меня все чистая поверхность застилайте хотите все это не столь важно так вот так вот выкладываем четыре первых блинчика вот так чтобы они были ну вот параллельно как бы друг дружке вот эту всю поверхность нам необходимо нашим кремом все смазать то что мы сами делали среди как загустел крем вообще классный лопаткой ложкой чем хотите тем смазывайте видите какая консистенция крема какой густоватый да такой всю наносим вот это вот рецепт не быстрый но вкусный пишите кто готовил с какими начинками готовили ну и конечно же кушать мы не сразу будем его надо чтобы она все таки подружилась между собой будем в холодильник его выкладывать хотя бы часа два да где то так надо будет края там старайтесь не сильно потому что там все равно края такое знаете будет домашний делаем вариант для себя не для кого-то ой аккуратненько старайтесь и вот такой десерт будет выглядит вообще необычно так вы посмотрите когда все приготовим с вами будет тогда любоваться так скажем такая вот красота получается смотрите какая-то теперь самый главный момент необходимо это все нам начинать заворачивать аккуратненько пытаемся не спешим все у нас получится никуда не спешим вот так вот рулетиком все будем заворачивать вот так вот вот так вот с друг дружкой подтягиваем сюда его так ребятки выкладываем следующие блинчики так пока не закончится наши блинчики вот так вот смотрим там чтобы у нас все там сходилось так скажем по толщине так вот так и все хорошенечко промазываем дальше продолжаем аккуратно все не спешите все у вас будет получаться конечно же кто не любит блинчики то не знаю вам наверное не понравится такой рецепт все наглядно показываю у нас вот этот получается слой и еще два блинчика осталось и все и пищевую пленку также приготовьте его надо будет нам завернуть вот так выглядит рулет у вас не особо презентабельно но ничего на вкус это никак не отразится так ребятки вот так теперь необходимое у нас хорошенечко нам его в пищевую пленку она в два слоя и в холодильник надо будет его заматываем как там сможете так и заматываете такой надо чтобы был поплотнее конечно вот так вот получилось видите он такой мягковатый у вас ну ничего он там у нас выстоится такая вот конфетка получается у нас все отправляем в холодильник два часа точно будет стоять не раньше девчонки не раньше должно все вот так все подружиться прошло два часа давайте его разрежем посмотрим с пленки все вот это вот снимаем немножко так знаете подостыл все нормально снимаем и хочу на два его поделить на блюдо сюда чтобы нормально знаете так холодильник можно было поставить поскольку так место занимает много так скажем кстати можно пудрой присыпать но я не буду присыпать не хочу какао пудра это все можете делать кто хочет сейчас напополам с вами и на тарелку ну такой ребятки сейчас для фокуса вот так выглядит перекладываем все вот это убираем давайте попробуем кусочек отрежем конечно на тарелочку вот так вот за пудру я думаю вы поняли вот так выглядит все у нас вот такая красота так это убираем в холодильник храним в холодильнике вот такую красоту получаем вот такая смотрите девчонки вот такой кофейный у вас рулет давайте конечно же попробуем у него ну он вкусный я вам и так скажу я уже делаю его неоднократно не часто конечно же такое лучше не делать часто как бы здесь все таки крем сахар не забываем ну ничего для разнообразия конечно же можно сделать кто не делал вот такие вот слои блинчика пробуем вкусно девчонки мальчишки делаем чай кофе и наслаждаемся вот такой сегодня рецепт сейчас вам фоточку буду делать все не забудьте подписаться написать комментарий как готовите вы этот рулет готовили вообще с каким кремом все ставлю чайник и буду пить чай всем хорошего настроения всем пока